Приветствую вас. Давайте поделюсь своим наблюдением. Вот смотрите, на мой взгляд, общее какое-то настроение людей, они как-то тревожно реагируют на то, что сейчас происходит. И я даже понимаю, почему. Есть свои аргументы, они говорят о том, что их беспокоят, в том числе и экономические проблемы, и политические. Вот как вы полагаетесь, ситуация действительно на самом деле вот такая тревожная? Либо все-таки краски сейчас сгущают, и политики, и люди, может быть? Ну, во-первых, у каждого индивидуальное восприятие реальности. Это факт, не просто какие-то красивые слова. У каждого человека в зависимости от места, где он живет, чем занимается, какие у него дома проблемы, на работе, у него вот реальность через эту призму. На это добавляем довольно важную роль общества, кто что вокруг говорит, какие слухи распускают, потом масс-медиа и, естественно, наши политики, которыми нам на данный момент в это тяжелое время не совсем повезло, на мой взгляд. И все вместе, конечно, если люди читают газеты, интернет, неважно, с какого именно источника информации они добывают себе пищу для размышлений, сейчас хороших новостей нет. Ни на общем плане, ни на государственном, ни на региональном. Тревога растет, такой общий фон истеричный. И, конечно же, если в государстве нет людей с авторитетным мнением, которые бы не так глупо говорили «все хорошо», но все-таки более трезво. Есть мотивы у каждого и у государства. Все-таки мы проходим через очень турбулентное время, надо признать. Но мне все-таки не достает людей больше здравомыслящих, трезвящих, которые могут отделить. Вот тут реально есть чего бояться. Это реальная проблема. А есть то, что в очень многих случаях преувеличено. Например, та же история с этим газом, который накачивает этими страхами уже целый месяц. Ну, дай бог, чтобы до завтра все было хорошо у всех. Ну, завтра будет газ, например. И что? Целый месяц нам нервы мотали, рассказывали сказки, бредили. И что это? Так губкой не сотрешь. Люди же нервничают. Я даже не буду в вашей передаче проводить весь список. Вместо спокойной, вдумчивой, нормальной работы, чтобы вышел один принятный отвечающий политик и сказал «не беспокойтесь, ситуация под контролем. Будет, не будет, газ и так далее». Мы решим. Они же нас постоянно пичкают истерикой. Я вас уверяю, что они это делают, во-первых, из-за инфантильности, а местами они это делают специально для раздражения, для того, чтобы показывать, что они что-то делают, искусственно выдумывают врагов очень часто. И поэтому я и говорю, что нам, к сожалению, ко всем существующим объективно проблемам, потому что, на мой взгляд, сейчас не весь мир, конечно, часть важной мира проходит через самое турбулентное время за последние 70 лет, это не мое какое-то личное мнение. Я думаю, что большинство с этим согласятся. Поэтому есть от чего беспокоиться. Но одновременно я не считаю, что есть какие-то особые причины для паники, если честно. Ну вот представители власти, что сказали бы по поводу того, как вы эту ситуацию сейчас обрисовали? Они говорят так. Мы честно говорим людям. Мы же говорим, что мы не уверены. Но мы всегда добавляем. Ситуация под контролем. Вы не волнуйтесь. Даже если Газпром завтра, завтра у нас 1 октября, перекроет газ, то мы как-то к этой ситуации готовы. И к этому добавляются еще определенные комментарии. Потому что некоторые экономисты и политологи говорят, что власть делает все для намеренного даже расторжения контракта с Газпромом. Как вы думаете, есть здесь какая-то правда? Кто это мы, когда они говорят, что мы готовы? Молдова. Власть молдавская. То есть власть есть в Молдову. Потому что власти, например, сотни тысяч людей, у которых нет достаточно дров или есть на 2 недели, это разные вещи. Пол Кишинева, который отапливается, у которых есть дома частные и там газ, который должен поступать. Ну а как будет поступать? Где будет власть тогда? Скажет, ну разбирайтесь. А как разберешься? С баллонами бегать? То есть где, к чему они готовы? Просто я повторяю, я думаю, они знают, что все будет нормально с газом. Поэтому раздувают, чтобы завтра нам потом рассказывать, как они успешно все вырулили. Но еще одна ремарка, которую вы сказали, что когда власть бы сказала, что они честно, если честно. Сегодняшняя власть у меня не ассоциируется с понятием честности. Вообще у любого человека должно быть это здоровое психологическое чувство, чувство самокритики. Мы все ошибаемся. И вы, и я. И не раз. И когда нам справедливо, не демонизируя, говорят, что это ошибка. То нормальный человек адекватно это воспринимает. Более того, власть обязана постоянно искать свои ошибки. И вот об этом говорить. Вы слышали за один год из всех ваших гостей, просто в публичном пространстве, а какую ошибку признала хоть раз эта власть? Вот какую. Никакую. У них ошибок нет. Что говорит о психологической неадекватности. А во-вторых, о том, что они еще хуже, чем многие предыдущие власти, потому что они упираются, что они такие святые, честные, и там пока чуть-чуть не тронешь. Откуда они взялись, как они пришли, и каждый в отдельности, который попал в власти. И рассказывают про коллективную ответственность. Товарища Лайба у нас есть такой любитель. Теория коллективной ответственности. Вот он ее продвигает. И это он говорил, да. А товарища Лайба, если за коллективную ответственность, пусть вспомнит, кем он работал во время кражи миллиарда. Советникам, премьер-министрам по экономическим вопросам. Так ты за коллективную ответственность? Ну вперед! Что там по уголовному кодексу? Да еще и за организованную группу, раз за коллективную ответственность. Я не вижу связи между тем, что они говорят и делают. Поэтому про честность, я думаю, вам ответил. Про газ тоже. Что там в следующем? Давайте я буду сама предлагать вам тему, если вы не возражаете. Нет, я же говорю, что... Спасибо большое. Вот смотрите, еще один страх, это страх вовлечения в военные действия, которые, вот мы знаем, что дело не только в Приднестровье, но и в связи с тем, что происходит сейчас в Украине. И вот, все было бы как бы ничего, но есть секретарь Совета Безопасности Дарин Ричан, который заявляет, и здесь я должна дать цитату, что Республика Молдова больше не может полагаться только на инструменты внешней политики, одним из которых является нейтралитет. Тема нейтралитета вообще интересная тема, и вообще ваша тема, потому что вы любите все, что связано с безопасностью, да, и очень часто комментируете. Вот какое у вас ощущение, в целом, фактически, позиция власти по отношению к нейтралитету изменилась в последнее время? А у вас там полная цитата его, потому что не может полагаться на нейтралитет, дальше должна идти запятая и... Да, дальше, дальше, дальше страна должна перейти, но это было, я хотела потом, потом вторую часть, потому что если вы сразу начнете все это объяснять, я могу Не, но для людей важно, чтобы они поняли, что... Я могу уже читать, да, хорошо. Раз вы считаете, что это необходимо в одном вопросе, то окей. Страна должна перейти непосредственно к развитию обороноспособности, но здесь нужно, чтобы гражданин поддерживал этот подход, который правительство осознает и понимает, что это критично для выживания государства. Но нужно выделять средства, потому что без средств ничего не произойдет. Ну, много получилось как бы. Давайте вначале по нейтралитету. Давайте. Про честность. на территорию Украины, кто напал на Украину. И вот так. Ну, честно. Тогда зачем увиливать? Так и скажи. Мы думаем, что на нас нападет Россия. Ну, если они так думают, конечно. Или кто-то еще. Так они не говорят. Это странно. Почему? Ну, потому что начинается такой элемент фобии странный. Ты назови свой страх. Тогда мы его изучим, и, соответственно, на него можно реагировать. Если ты боишься его назвать, то это уже начинается такая игра. То, что, собственно говоря, и происходит. То есть все все понимают, потому что наше поведение только нейтральным не назовешь. Впрочем, это не является секретом. Я уже полгода говорю, что наша страна не является суверенным государством. Пусть сюда придет кто хочет и докажет, что мы суверенные, но никто не придет. Не является независимым государством и точно не является нейтральным. Это факт. Это элементы Конституции. Все как-то реагируют, общество? Нет, с этим все свыклись. Никто защищает ни суверенитет, ни независимость, ни военный смысл. А вообще, просто даже выходить и говорить, ну что это такое. В принципе, наши власти давно, и не только эти, они шаг за шагом, они уже свыклись с тем, что можно немного нарушать. Ну, так чуть-чуть. Президента нужно выбирать два месяца, ну, можно два года. Было такое. Написано в Конституции два месяца, а выбирали его два года. Ну, можно, можно. Можно переложить любого рода проблема на коллективную ответственность, как они говорят. То есть и размыто. Не поймешь, кто там за что отвечал, то ли правительство, то ли нет. Так же самое пошло дальше. Вот мы дошли до того, что никакого нейтралитета нет. Конституционный суд меняет Конституцию как хочет, он ее интерпретирует и меняет. Он ее трактует, да. Но некоторые говорят, да, что... Потому что он спокойно, Конституционный суд у нас, может ставить превыше Конституции документы, которые были приняты до Конституции, что является нонсенсом априори, да. То есть, хорошо, я не буду запутывать эту тему, но это очень важно. Вы сказали важную одну фразу, никакого нейтралитета нет. Да, вот шаг за шагом, так я просто поступательно. Мы дошли до того, что в принципе никакого нейтралитета нет. Власть не может, во-первых, нет Конституционного большинства изменить эту статью Конституцию, конкретно эту. Ну, они никакую не могут изменить, но хотелось бы, но не могут. И с этим надо что-то делать, потому что нужно начинать готовить людей, что, во-первых, вы, возможно, будете страдать экономически, но зато у нас будет больше оружия. Потому что речь идет о милитаризации, правильно? Ну, говорит, он говорит, что нам необходимо, нужно выделять больше средств. Я потом спрошу вас, где, собственно говоря, на ваш взгляд, эти средства будут браться, потому что мы сейчас все вспоминают цитату французов, говорят, вот от них 40 миллионов, но я не это, позвольте, я хотела бы выяснить. Вот вы сейчас говорите, это достаточно громкие слова, потому что по поводу нейтралитета, не все так говорят. Некоторые говорят, ну как, смотря что иметь под нейтралитетом, да, что в Конституции записано, трактуют по-разному. Вы говорите, никакого нейтралитета нет. В чем выражается? Кто из тех, кто нас смотрит, только честно, может, не глядя в какую-нибудь Укипедию или Гугл, сказать, что такое нейтралитет? Это вообще очень сложное понятие на самом деле. То есть, как и понятие агрессор, кстати, чтобы вы знали, и это совсем не скучный ответ, понятие агрессор очень сложно, чтобы его кто-то получил, потому что это очень специфическое название, которое специальными процедурами только можно достичь. То же самое этот нейтралитет, столько научных трудов и столько теорий есть на эту тему, что такое нейтралитет. У нас привыкли очень просто. Те, кто справа трактуют, что в Приднестровье есть полторы тысячи солдат, не особо заморачиваясь, что они там делают и кто там подписывал эти документы, хотя подписывала Республика Молдова. И почему эти же люди не говорят, так давайте отзовем подпись? Ну давайте, вот отзовите туда подпись, и вот это будет позиция. Не, они подпись не отзывают, но сами подписали, но виноваты те, и при этом вот в разгар войны говорят, давайте вы уйдите. Такое чуть-чуть, куда они уйдут, как они уйдут, при этом никто не хочет об этом думать. То есть, я не знаю, что для наших телезрителей, вот интересно, я не буду, конечно, развивать сейчас целую теорию, но нейтралитет, понятие, очень сложное, и научное, и дипломатическое, но мы не являемся нейтралитетом, потому что в очень таком узком варианте это не вовлечение ни в каком виде в поддержку любой из противоборствующих сторон, неважно какого рода этот конфликт. Это в очень таком упрощенном варианте. И когда я это говорю, я имею в виду невовлечение, в том числе вербальное. То есть даже заявление уже, я поняла. Если вербально, это уже поддержка. Почему Швейцария, в принципе, признала, что за, я не помню, сколько лет, они вышли из рамок своего нейтралитета тоже. Но там честное признание, они, в принципе, об этом сказали. Я вообще не против никаких идей. Я за любые идеи, за любое развитие. Я не понимаю такого, про то нельзя говорить или про это. Есть идея вступить в НАТО? Или есть идея изменить Конституцию? Да на здоровье. Но только я бы, конечно, хотел, чтобы это было как-то не как обычно, как вот из-под полы. Они хотят, что для кого секрет, например, я в прямом эфире говорю, я уверен, что сегодняшние власти хотели бы вступить в НАТО. Я в этом уверен. И более того, они об этом себе сами говорят. Но вздыхают, потому что они не знают, как это сделать. А вздыхают? Ну, нет, есть одна из версий, что все-таки, несмотря, как вы говорите, на желание, народ-то в большинстве своими опросами это показывает, все-таки более критично относится, чем других странах. Когда я говорю, что они не знают, как это сделать, потому что у них не только одна проблема. Во-первых, есть проблема с Конституцией. И даже начало такого вот разговора, он тут же упрется. Вы так задаете вопросы. Многие журналисты могут сказать, а как вы это сделаете? Да, это долгий путь, потому что начать разговаривать, начать объяснять. Ну, во-первых, нам объясняют очень долго. Нельзя сказать, что у нас нет НАТО в стране, что нет специальных программ, специальных сотни этих неправительственных организаций. То есть, это все работа ведется. Но результат пока что, как можно заметить, он такой спорный очень. Большинство людей почему-то усиленно не хотят ни милитаризироваться, и как-то вообще не хотят ни чью сторону принимать. Вот такое в Молдавии общество. Если кто-то и принимает чью-то сторону, то это определенный небольшой объем людей. И, конечно, для власти. Но им одновременно нужно начинать это. Потому что они представляют... Во-первых, это их личные взгляды. Это так, и они их продвигают. На мой взгляд, плевать на, что власти хотели на реалии в стране и не ориентироваться ни на настроение людей совершенно. И их интересует продвигать свою повестку дня. Это моя точка зрения. Вот они ее продвигают. Вступить в НАТО точно самое, как мы стали кандидатами членами ЕС. Сегодня, в принципе, разное возможно. Если я... Мы сейчас с вами перед передачей видели, что Украина заявила, что по какой-то упрощенной форме... По ускоренной процедуре они хотели бы стать членами ЕС. Да, мы тоже в ЕС стали кандидатами по какой-то неведомой для меня процедуре. Но, видимо, видите, она возможна. Оказывается, да. Потому что, давайте скажем честно телезрителям, когда мы раньше с вами были в эфирах, мы говорили, что это процедура. Замет столько лет, никто не ожидал. Но это не мы говорили, это такие правила у ЕС. Но оказалось, что можно. Будем критичными к себе, господин Асталиб. Вы же призывали в начале программы. Будем достаточно критичными. Да, но мы говорили о том, как говорит ЕС. Не мы утверждали, не мы писали эти правила. Теперь я допускаю все. Получится ли это у власти? Я им желаю удачи. И вообще, я в вашей передаче говорю, вы, ребята, поактивнее. Не надо так скромно, чтобы гражданин привыкал, как они там написали, к чему. Они говорили, что нам необходимо сейчас милитаризироваться. Вот самое такое. А деньги откуда-то? Это хорошие слова, понимаете? Я об этом. Так вот, надо выходить на заседание парламента. У фракции, у большинства, которые есть их говорить, мы собираемся, мы считаем, необходимо милитаризировать Молдавию. Для этого мы будем брать деньги раз, два, три, четыре. Вот пусть они говорят, они же знают. Из дорожного фонда, из социального, не знаю. Они будут говорить про фонда. Честно говоря, я не знаю. Честно говоря, даже любое такое прямое к ним обращение скажет, что нет, мы соблюдаем Конституцию, но это не хотим. Я думаю, так. Вот говорят они, когда прямые вопросы задаешь, они, это тоже как бы все, что говорят. Вот это смущает. Вот это смущает. Отсутствие дел после заявления. Вот я, почему я говорю, я даже призываю их, ну давайте вы поактивнее эту тему. Там скоро будут местные выборы. И вы должны себя угрохать окончательно. Не так, вы слишком медленно это все делаете. Вот к местным выборам побольше милитаризации. Чтобы вы получили ровно ноль. Вот так вот. Ведь народ же хочет именно этого. Сейчас нам только оружия не хватает. Пострелять друг друга. Хочу послушать ваш комментарий по поводу решений Совбеза. Вот все долго его ждали. Вот недавно, да, он в субботу в прошлом состоялся. Тут в понедельник переносится брифинг, выходит президент и делает некие заявления. Из которых мы с вами должны понять следующее, что власть выступает за ужесточение. Мер, как они сказали, в связи с предательством Родины, сепаратизмом. И в общем-то все это как бы получается, что у нас как-то все не очень в этом плане спокойно. Я вообще, госпожа президент, по-моему, кто-то мне все детали доложил. Можно ли стать гражданином России, имея другое гражданство? Думаю, да, все-таки. Нет. Нет, у них есть, у них сейчас уже есть разрешение на двойное гражданство. Разрешение на двойное гражданство? Да, уже можно. В России? Да, в России. И можно служить в армии с двойной гражданством? А вот это уже нюансы, кем можно стать, имея двойное гражданство? Да, но мы с вами говорим в этом контексте. Мы же не говорим, чтобы писать книги. Мы говорим про конкретные. Я сомневаюсь, что можно стать гражданином России, иметь еще два гражданства и служить в армии. Очень сильно. А если нет, то кого этим пугать? Во-первых. Во-вторых, я категорически против любого участия молдавских граждан в любых конфликтах. И сразу четко об этом категорически заявляю. Но те несколько людей, которые участвуют, из Молдавии участвуют и на стороне Украины, и на стороне России. Я очень сильно сомневаюсь, что они вообще кого-либо слушают на земле. И им подобные вещи. Поэтому хорошо пусть вводят. Вообще, пожизненный расстрел пусть вводят. Просто я не вижу. Вы видите динамику между тем, насколько усиливаются законы у нас, например, наказания. Ужесточаются. Усиливаются, я в другом смысле имел в виду. Прям всю систему они усиливают наказаниями. По нарушению правил дорожного движения, по пьянке. Что-то меняется? К тому же можно ставить сотни тысяч лей штраф. Все равно. То есть этот эффект, я что пытаюсь сказать, что не с того конца заходите. Побольше денег в воспитании. Побольше денег в правильное восприятие мира. В том, чтобы эти люди по селам, которые есть, чтобы у них было занятие, чтобы было где заработать денег. В этом не будут ездить пьяными, потому что другого развлечения нет. А в этом направлении, я вижу, очень мало. Госпожа президент была недавно за океаном, и она участвовала в нескольких конференциях. Я обратил внимание на один важный спич по поводу будущего поколения, по поводу воспитания. И вот что мы должны оставить на следующем поколении. Речь шла о том, что мы должны вкладывать в образование. Очень, очень важные слова. Я сейчас скажу что-то очень для меня важное. Вчера на севере Молдавии, рядом с уроками в Косуц, был открыт мемориал. В 41-м году осенью там расстрелялись 6 тысяч евреев на этом месте. Там есть Косуцкий лес, там расстреляли 6 тысяч евреев. Да, трагедия большая из истории нашего народа. Значит, там этот мемориал был открыт на деньги частных лиц, которые приехали и открыли его, даже не живя здесь, в Молдавии. И имеется в виду, что они туда вкладывали. Как вы думаете, сколько представителей молдавской власти было там? Ну, судя по вашему вопросу, я думаю, что их там не было. Никого из молдавских политиков такие темы не интересуют. Из правительства никого не интересует. Никого там не было. Пришел какой-то начальник управления из Министерства культуры. Я вообще не понимаю, при чем здесь Министерство культуры? И конкретно этот человек, он там такой колесец унес, не стыдно говорить в эфире. Он просто перепутал мероприятие. И когда президент говорит, как важно вкладывать и воспитывать, чтобы никогда не повторилось и так далее. И люди, которые живут за рубежом, открывают мемориалы по трагической истории нашего народа. И никто из власти не считает это важным. Это мемориал нашего народа. Шесть тысяч людей. Никто. Ни политики, ни правительства. Чем вы там так заняты? Это для меня, конечно, очень важный пример, как слова. Это, конечно, в Нью-Йорке очень легко. Тебе написали спичи, говорить все. По делу где? Вот все, что я с вами сегодня пытаюсь говорить, в том числе даже их цели, ничего у них не получится. И по милитаризации тоже. Потому что одно дело говорить, другое дело делать. Хорошо. Другое дело делать. Зачем к нам завтра приезжают два министра обороны? Вот министра обороны ФРГ и Румыния. Если учесть контекст того, что происходит сейчас в регионе. И в мире. Не только. Таких министров, которыми я отношусь с уважением, я сейчас без сарказма говорю, у нас за последние 10 лет перебывала мама дорогая. Если мы посчитаем, я бы очень хотел, чтобы кто-то когда-то сделал такую статистику, хоть это нереалистично. Вот у нас есть класс чиновников, вот все министерства, сколько их. И за последние 20 лет разные государства мира, и мы как государство, мы оплачили, ну я, конечно, боюсь преувеличить, но десятки тысяч стадий визит, так называемых, это точно, если не сотни. То есть десятки тысяч раз молдавские чиновники ехали, ездили во все страны Европы и мира на так называемый обмен опытом, научиться. Так они говорят, стадии визит. Ну, да, ну ехали. Где результаты этих стадий визит? Что вы там увидели? Что вы сделали из того, что там увидели, здесь? Почему я привел этот пример? В 2013-2014 году здесь была такая хора из всех министров европейских. Это когда история успеха там? Совершенно верно. Там же очередь была, это был какой-то, наверное, у них конкурс там, значит, кто едет еще, кто еще не был в Молдавии. Закончилась довольно печально все это, эта вся история успеха в какой-то момент, то есть политически, да, все потом перестали потом, 3-4 года. Так кража миллиарда, что же вы хотите? Ну, не только, и политически там все получилось не очень красиво. С премьер-министром, которого они поддерживали, я имею в виду. Да, ну, есть такой момент, здесь соглашусь. Так вот, те министры, которые сегодня приезжают, они приезжают в Молдавию. Я приветствую это, еще раз подчеркиваю, я без сарказма говорю. Ну и что? Как-то меняется, например, качество наших чиновников, или как-то меняется наша жизнь. Я не знаю, кто со мной не согласится, и те, кто еще смотрит. Наша жизнь лучше или хуже? Хорошо, я такой ответ могла бы вам сейчас предложить. Смотрите, а может быть, на самом деле, это несколько отличающиеся в виде света того, что вот сегодня будет заявление после нашего эфира в 19 часов, будет выступать генеральный секретарь НАТО, будет выступать генеральный секретарь ООН, и, возможно, там будут сделаны, мне сложно сказать, что они скажут, какие-то заявления. Ну да, беспрецедентные, все такое. А вот все вот то, что происходит, и Украина, вот они скажут, зеленый свет. Может такое быть в плане НАТО? Для Украины? Да. Ну, хорошо, да. То есть мы становимся страной-соседкой еще одной, то есть, учитывая Румынию, то есть вот как-то, может быть, в этом с этим как-то связаны люди? Да я не вижу связи. Швейцария вообще находится в центре Европы, окружена, в хорошем смысле слова, членами НАТО, но не является же, или там Норвегия там не стремится. Пусть сейчас все войдут в НАТО. У меня вообще ничего из сегодняшних событий, то есть мы проходим, я вам говорю про свое восприятие, мы проходим за последние 70 лет, что самое турбулентное распределение зон влияния в этом регионе. Я не говорю о всем мире, потому что это преувеличение. Ну да, согласна. И да, это факт. Я, к сожалению, никак не могу на это повлиять, ну вообще никак. Ну я ничего не могу себе сделать. Слишком глобальные вещи. От того, что я нравится, не нравится, скажу я что-то в ту или в ту, это полная чепуха. Это слишком глобально и серьезно. Меня интересуют приземленные вещи. Мой контакт с государственными структурами, которые я вынужден, так сказать, иметь, ну как каждый из нас, мы же занимаемся бизнесом, делами, какие-то документы, полиция. Да, да, совершенно верно. Меня интересует, как меняются качества вот этих отношений здесь, в Молдавии. Ну никак на меня не влияет происходящее в России, в Киеве или в Зибабве. То есть мой разговор с участковым никак не может иметь отношений к тому, что сейчас происходит там. То есть эта трагедия, она есть, но она никак не влияет на бизнесы здесь находящиеся, на цену на электроэнергию, которую мы не первые, не мы последние, и как-то надо думать, чтобы они... У нас все под контролем, это слова, а вот что там по делу. Я был у одной коллегии вашей, у господи Бураковской, и мне было с ней очень интересное упражнение. Я ее спросил, как журналист, если она может назвать, не надо 10, всего лишь одну меру поддержки со стороны правительства, одну меру для бизнеса. Не надо много, одну. Ну, такая же реакция, как у вас. А что такое? Давайте поговорим сейчас то, что волнует всех. Это протесты. Вот у нас опять... Мы видим, что у нас опять появились палатки, мы видим опять, что у нас по воскресеньям народ выходит, мы видим, что их призывают выходить каждое воскресенье. Вот можно такой человеческий вначале вопрос? Что вы видите, глядя на людей, которые в этих протестах участвуют? Я удивлен, что их так мало, потому что, в принципе, протестное настроение в обществе есть, безусловно. Пока что у нас, помимо того, что мы видим физически в центре города, есть еще одна группа, которая где-то там постоянно что-то заявляет. Я говорю про сельхозпроизводителей. Про фермеров вы говорите? Они периодически говорят, что выгодят, а потом... Да, мне сложно разобраться, да, там происходит какая-то... Ну, это ассоциация фермеров и далее... Я просто говорю, мы общую картину смотрим. Потому что это разные социальные группы чуть-чуть. Это все люди, но социальные группы, и вообще я считаю, что протесты, как правило, они бывают и профессиональными, и они такие должны быть, когда люди... Я имею в виду профессиональные, когда люди из определенной области добиваются раз, два, три, да, то есть это должно быть довольно высоко эффективно. Те протесты, которые вы меня спрашиваете, конечно, я их воспринимаю политическими, естественно, потому что там нельзя сказать, что люди... Ну, у них есть и политические требования, да. Ну, я их таковыми воспринимаю, это мое мнение, что так как никто и не скрывает, кто организовывает это, кто стоит за этим. Реакция власти, конечно, меня очень сильно удивляет. Ну, я не вижу никаких, скажем, незаконных действий со стороны власти, подавления усиленного и так далее, я этого не замечаю, но меня удивляет чуть-чуть такое раздражение, те слова, которые они себе позволяют говорить. При том, в состоянии дел, которые сейчас есть в нашей стране, это очень мирно, все очень спокойно. Поэтому обзывать и наши с вами коллеги из Ньюжмейкера, извините уж, я что говорю, но то, что они себе позволили... Я считаю, что это омерзительно, что они себе позволили, как описать это, что они почувствовали там запах бедноты. Ребята, вы там без грантов, надо посмотреть, кто вас финансирует. Да, давайте потом посмотрим на вас, какой запах от вас будет исходить, раз вы в таком ракурсе это все ставите. Мне просто, я считаю, это омерзительно, и так нельзя говорить ни о ком. Особенно в самой нищей раз им так нравится стране Европы. Вот, правда, член, кандидат в члены ЕС. Но раз надо было, они так говорят, так идите уже дальше, да, говорите, какие мы там в топе. Только я что-то не увидел этого. Вот политики, которые приходили сюда, в эту студию, мы говорили с ними о протестах. Вот те, которые поддержали партии, мы знаем, что это партия Шур, мы знаем, что это партия коммунистов тоже там были, выступали тоже и участвовали. Они задают один вопрос, почему не присоединяются другие партии? Ведь на словах, когда вот еще месяц, два, три назад, знаете, когда приходили вот сюда политические лидеры, я их все время спрашивала, вот вы как, вы критикуете власть, а вот если речь зайдет о протестах, все говорили, да, мы будем. Теперь этого нет. Но это их позиция, мы должны их уважать, эту позицию. Но почему они не присоединяются, ваша версия? Ну, во-первых, молдавские традиционные политические болезни, о которых вы все прекрасно знаете, они все между собой когда-то были в союзе, они все между собой когда-то были врагами, и все в какой-то момент выбирают тактический ход. С этим я объединяюсь, но попозже или сейчас. Мы с вами были на протяжении последних 10 лет свидетелями таких противоестественных, с политической точки зрения, я имею в виду, союза. Это правда. Начиная от 19-го года, что когда мне кто-то говорит про чистую или нечистую журналистику в Молдавии, я не понимаю, о чем эти люди вообще говорят, и о политике то же самое. Какие принципы, а кто, кто. И знаете, при этом сама власть, она пытается как-то, играет, не буду повторяться специально, еще одна партия до недавних пор игралась в это. И знаете, взяли, отрезали, как будто этого не было, все, все, делаем, поворачиваем, голову не было. То есть ПАС делает вид, что мы все не знаем, откуда они появились. И что большинство из них, это выходцы из либерально-демократической партии. И что у них там тоже штампы ставить негде, по очень многим вещам. Они почему-то напяли на себя белую рубашку, и такое-то все, не-не-не, это все никогда не было. И все остальные испачканы. Это мне, конечно, очень не нравится, это чушь. Вы в политической жизни, все, кто участвуете, вы уже все, сегодняшние без исключения, они все побывали в союзе друг с другом. Так или не так? Ну и нет такого политического актера, который коммунисты, социалисты, партия Шор, ПАС, да, кто там еще есть. Они все абсолютно были в союзе. Они все одновременно. И что? Ничего страшного, мы с вами так же тогда и комментировали. Просто в какой-то момент устали говорить, что это можно, нельзя, все можно. Поэтому ПАС пусть перестанет по возможности. А если нет, я вообще очень спокойно отношусь к их судьбе. Ну ПАС пусть, они реагируют как власть. Для меня политическая судьба ПАС, она очень понятна, и она очень короткая по сути. А поделитесь, вы прям так, вот, 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 вы считаете на самом деле, что вот эти рейтинги, да, то есть на самом деле говорят о том, что партия началась серьезнейшее падение? ПАС пришла во власти не благодаря тому, что они какие-то особенные. Они пришли во власть благодаря глупости партии социалистов лично Додону. И об этом было сказано очень много раз. Если бы ПАС сделали правильные выводы, как они хитро молчали во время выборов и не высказывались на какие-то темы, это было, конечно, хитростью, но не поэтому люди голосовали, я не буду повторять столько же, как вы почему. Они должны были сделать выводы, понять свою страну и свое общество, и не раскачивать эту лодку, а делать акцент экономический, и культурный, пусть политический, на том, что они могут сделать. Тогда у них был какой-то шанс, если бы они нам с вами не мешали, не раздражали и давали какие-то результаты, да на здоровье. Я почему сказал, что все уже перебивали в эти флаги, никто, я думаю, не верит, что он такой, правый, левый, за тех или за этих. Когда надо и что надо, чтобы остаться у власти, так оно и будет. И все. Ничего в этом особенного нет. Но ПАС взяли такую, с политической точки зрения, такую категорическую позицию. Они так себя затолкали в какой-то вот угол маленький. Я не знаю в истории Молдавии какую-то партию, которая сама себя загнала вот в этот маленький угол. Потому что на следующих выборах, во-первых, следующий выбор это местный, диаспора поэтому отдыхает. А я еще могу высказаться про диаспору дальше даже. Но Тишинев может выиграть ПАС? Никогда в жизни. Никогда в жизни. Аргеев? Никогда. Гагаузию? Никогда. Бельцы нет. А что они выиграют? Совсем не выиграют, сто процентов говорю. Остаются 2-3 города, там сколько, 30-40 тысяч. И это основа для будущих президентских. А для парламентских, и они вот еще собираются милитаризировать, это же вот Чумбар, кого они собираются милитаризировать. Я еще раз, и в третий, и в последний говорю, я не против. У вас такая точка зрения, пожалуйста, вкладывайте деньги, сколько хотите. Просто желательно, чтобы это было понятно людям, потому что потом будут сюрпризы. Значит, пожалуйста, там кто собирается? Вот завтра вы спросили про министров приезжать. Да. Они собираются отдавать сколько? Франция обещала 40 миллионов. Обещали, но не знаю, надо посмотреть. Но смотрите, как это работает. В апреле госпожа премьер-министр была в Берлине и публично заявила, что нам выделили 900 миллионов евро помощь. Через три месяца в Бухаресте еще 600. Итого полтора миллиарда евро. Что-то я ничего из того не вижу. Легко это объявить, да, для флажка и так далее. Опять же, вооружать кого и как. Так, вернемся к протестам все-таки. Вопрос был связан с тем, почему не присоединяются другие партии. Вот даже один представитель, например, платформы, да, тоже не хочу сейчас говорить фамилию, вначале сказал, что мы присоединимся, а потом они не присоединились. Вот почему так происходит? Почему в конечном итоге все-таки у нас нет такого, не знаю, единого фронта? Во-первых, из политической жизни сегодня кто у нас вообще активный? Вот вы говорите про протест организованной партией ШОР. И к ним могут присоединиться кто? Кто у нас тут такой активный? Ну, теоретически может присоединиться любая партия, господин Сталин. Нет, ну не любая. Мы поддерживаем, но почему нет? Из этих активно. Партия социалистов была в альянсе с партией ШОР до недавних пор. Не помню сейчас по времени, сколько там, год назад. Вы имеете в виду что-то неофициальное? Потому что сейчас они в альянсе с кунгистами. Нет, я говорю, нет, до выборов. Был же официальный альянс в парламенте. Они голосовали вместе, все там было порядок. А, то есть они голосовали вместе, да. Ну, конечно. Это вы называете альянсом? О, а как это называется? У нас просто есть юридический опыт, у нас сформировались. Альянсы за демократию. Да, я просто уточняю какие-то моменты. Это для... Ну, тем не менее, я за точность. Нет, ну вы правильно это говорите. Но для людей, я думаю, всем было и тогда понятно, и сейчас. Они были оппозиция. Сейчас социалисты, в принципе, никакой особой роли не играют. Я считаю, что эта партия сейчас распадается на большой скорости. Ничто их, я как вижу, не может спасти. Поэтому мы имеем там паралич силы и воли. И поэтому они не присоединяются, потому что они вообще не знают, если все останутся как партия. Мне понятно, что они в состоянии сделать. Тут мне с ними все ясно. А в остальном кто? Я не вижу больше, в принципе, игроков. Я считаю, что этой власти, конечно, власти повезло, а стране нет, что оппозиции не существует. Ну вот смотрите, есть платформа, да, наконец-то хочется понять все-таки, да, потому что они критикуют отдельных представителей власти, я так скажу, грамотная формулировка. Они их критикуют, они даже говорят вот некоторых министров, называют пофамильно. Вот тот бы хорошо, чтобы шел, чтобы тот, да, так и делают. Какая у нас есть еще партия? Ну давайте, вы демократов совсем уже демократическая партия, вы их тоже уже так... Ну не я, ну какую роль? Тогда поясняйте. То есть вы сейчас меня просите называть партией, я могу продолжать называть, я теоретически настаиваю на том, что каждая из них может сказать, мы поддерживаем протесты, мы не хотим стоять с вас. Но сказать они могут. Позвольте, я закончу. Они могут сказать так, вот мы не хотим с ними, но и нам не нравятся. Ну вот же говорят же, да? Да, могут по разным причинам, потому что то-то, то-то, то-то. А я вот так себе подумала. А ведь прекрасно же делили город с протестами, помните, лево и право. Одни были около дома правительства, а другие у парламента. Я говорю, ну хорошо, не здесь, но протестуйте там. Так ведь не протестуют. Так получается? Я не думаю, это мое мнение, возможно, вы не согласны. Сегодня это не силы. Партия с Азербайджаном ничего не может сделать. Они не боятся очень. Они боятся за себя, каждой отдельности. Там такие есть задние хвосты, что они, как бы мы, даже то, что мы упоминаем в сегодняшней передаче, я уверен, что они могут перекреститься. Зачем мы их вспоминаем? Эта партия в процессе распада, и никакой перспективы я у них не вижу. Они же себя объявляли совершенно до недавних пор главной оппозиционной партией, да? И что? Главная, говорит. Да вы хоть что-то сделаете. Вы их критикуете давно, господин Асталит. И по справедливости. И вы так считаете, да. Они, наверное, так не считают. Вы их критикуете давно, но если мы оставим в стороне все-таки социалистов, то есть вы на самом деле считаете, что сейчас нет эти партии, никто, этот протест. На политическом хотя бы уровне не поддержит. Так? Не могут. Я не вижу сил. То есть хотят, но не могут или как? Я мог одним предложением вам ответить, но я так подробно ответил, что для нашей телезрители может понятно как-то встрепенуться и понять, что нет этих сил. Кто эти силы? Когда мы говорим о организации протеста, значит привести тысячу людей. Откуда эти тысячи людей возьмется? Ну я не знаю, там у них, наверное, есть члены партии. Да, и где же они? Хотя бы. Нет, как мы можем заметить из многих упражнений, это все фейковое, поэтому и нет никакой поддержки. Хорошо. Мы начали говорить, как ведет себя власть в этой ситуации. Ну вот сегодня задержали, отпустили мэра этого города, там надо, не города, а палаточного городка, правильно, да, надо было сказать. Потом с полицейскими какие-то там, вот вы знаете, были там буквально палатки ставим, палатки не ставим, кто-то, кто-то говорит, дискредитируем, не дискримить, подкурили, там какая-то вот вся вот эта вот. Вот мне интересно, как в этой ситуации себя ведет власть, и вообще когда протест для власти, любой протест для любой власти становится опасным? Я бы искренне с такой же категоричностью, как и в других случаях вам сказалось, у меня были претензии, на самом деле я, у меня нет претензий ни к органам полиции, как они себя ведут. Там мелкие стычки, послушайте, мы с вами на ровном месте можем сейчас затеять какую-нибудь маленькую свару, но это означает большой конфликт. Я не затею, господин. Я говорю, это теоретически возможно, но это не означает, что у нас конфликт или что-то. Так вот, то, что случаются, какие-то стычки или элементы, да, какие-то мелкие, я не думаю, что это какой-то приказ или указ на компрометацию. Это, естественно, для участников несколько драматизировать, это нормальное поведение. Да, вот здесь соглашусь. Да, но с моей точки зрения я не вижу, ну, каких-то причин для беспокойства, чтобы я видел своим профессиональным взглядом в этом смысле, что там кто-то пытается прямо дискредитировать, компрометировать. Для этого силовые структуры, как правило, используют более такие подлые методы. Ничего из этого я не вижу. В этом смысле все в порядке законности. Я вам с самого начала сказал, что то, как относится руководство государства, пару раз высказывалось с таким пренебрежением. Ну, это, конечно, неправильно. Это минус политический, мы считаем. Хорошо, у каждой протестной волны должны быть свои перспективы. Вот здесь они требуют отставок президента, правительства. Хотя вот, несмотря на то, что в парламенте уже прошла одна мытьюня, где Чензура, которая не закончилась отставкой, значит, и досрочных парламентских выборов. Вот так много, не мало. Такие серьезные требования. И люди там вот находятся в этих палатках. Как эта ситуация может развиваться? Как их требования? Смотрите, что я наблюдаю. Значит, партия, которая с таким раздражением говорит партия власти. Я говорю, партия Шот, да, в данном случае. Кто бы, что бы ни говорил, пока что я вижу, только они что-то делают, протестуют. Как-то что-то есть, какой-то движняк. Движняк, такое слово есть. Он есть, да? Другие, значит, играют в партизанскую игру. Ну, кто-то считает, что это не нужно. Это мнение каждого на здоровье. Это и есть политическая жизнь. Мне сейчас сложно вам сказать, чем это закончится, потому что я не знаю. Но я однозначно понимаю, что если это просто политическая тактика, предположим, то она даст результаты этой партии. Я в этом абсолютно уверен. Руф-трейтинга вы сейчас об этом говорите? Конечно, конечно. Что мы его наблюдаем? Конечно. Безусловно. Потому что если все остальные играют в партизанах, ну так и будете. Люди же будут голосовать не за партизанов, а за политические партии. И причем очень скоро. И тогда многие удивятся, как и сейчас. Многие, я же слышу, удивляются, откуда растет рейтинг. Так а вы хоть кто-то что-то еще делают? Они хоть что-то делают. Можно с этим соглашаться, можно не соглашаться. Но есть какой-то. И вот результат. Нечто другое. То есть, если вы меня спрашиваете, приведет ли это к отставкам, например, ну конечно же. Ну они не заявили такие цели. Цели серьезные. Но, как я разбираюсь в этих делах, происходят тренировочки. Они очень грамотно организовывают какие-то вещи. Я проезжал как-то на машине, но я, честно говоря, очень сильно удивился уровню подготовки таких мероприятий. Это очень непросто. В центре города такие вещи на такой скорости организовывать. С людьми, чтобы все было законно, чтобы все... Это очень непросто. Поэтому это форма и тренировки для будущих каких-то мероприятий подобных. Так это часть политической, я вижу ваше удивление, это же часть политической борьбы. Уметь организовывать подобные мероприятия. Попробуйте себе у ваших знакомых попросить организовать 50 человек. Не тысячу, а 50. Один не приехал, другой опоздал, третий перепутал место, другой пьяный и так далее. Там миллион проблем. Поэтому подобные мероприятия, они всегда очень серьезные. Особенно в условиях молдавской дисциплины и организованности. Поэтому, да. Скандал недели, это информация о счетах господина Спына. Есть комментарий президента. Она четко совершенно заявилась, что он заработал деньги честно в частном секторе. Но мы знаем, что уже есть и обращение в прокуратуру по этому поводу. Илон Шор, по-моему, обратился. Да, значит, как он, собственно говоря, поднял всю эту ситуацию. Это вообще опасно для власти, то, что происходит? Потому что у нас, по сути дела, всегда стоит один вопрос. Если это все как-то доказано, то тогда это серьезно. А если можно ли это вообще доказать? Это очень опасно. Особенно для той тактики, которую эта власть избрала. Вот надев белую рубашку на не совсем чистое тело, это я мягко сказал, не совсем чистое тело. Как вы прям мастер метафор сегодня. То надеяться, что все вокруг зажмут нос и будут притворяться, надейтесь на здоровье. Но в жизни это не так бывает. Поэтому господин Спыну уж точно не может себя приводить в пример чистоплотности политической и финансовой. И чем он занимался у господина Филата и у Пелла Демена, в широких кругах людей, занимающихся вопросами безопасности, известно. И даже до того, как появилась эта информация в таком виде, конечно, к этому доступ мало кто имеет, мало кого-то удивило. Я не сужу от цифр. В принципе, это очень большие цифры. Это большие деньги. В принципе, я абсолютно уверен, что если это правда, то это не его деньги. И пусть даже если записаны. А чьи? Вы кого-то конкретно имеете в виду? Ну, если бы я знал, я бы сказал, но не его. И я не думаю, что прямо речь идет о конкретных таких цифрах. О том, что эти люди не живут на зарплату, ну, с этим серьезным. Ну, у господина, у нас в спину есть один серьезный аргумент, он им пользуется, он всегда говорит доказательства. Он имеет право, и очень важно, чтобы сама власть ставила во главу угла. Они несколько забыли за последний год о понятии презумпции невиновности. Они вначале приносят ведро, а некоторым цистерны, выливают его на голову, а потом включают камеру и говорят, ну-ка, ну-ка, как ты отмоешься без водички, которую мы тебе не дадим? И вот люди смотрят, как человек пытается отмыться. Вот так они год делали. Все эти аресты, все эти задержания, ага, и что? И что в итоге? Кстати, итог будет попозже. Начиная от омерзительной истории с Александром Митриевичем Стояногловым, который я абсолютно уверен, что он выиграет и в Страсбурге по правам человека, и вообще вся эта история с юридической точки зрения, вообще себе не представляю, что будет там. Я не знаю, в какой скорости это будет, но если это будет через год, официально должно закончиться, что человек должен занять свое законное место. Кто там будет к этому времени, какую коллизию тут... Ну, продлили же полномочия, вы же видели, да, в законе исполняющего обязанностей, власть готовится к серьезным, длительным, в этом плане, противостояниям. А вы, возвращаясь к первой части нашей программы, помните, когда я, например, про два месяца нужно выбирать президента, оказывается, можно два года. Так вот, видите у этой власти прямо с самого начала, как они себе выстрелили в глаз, и сейчас не знают, как смотреть этим глазом, что делать с этой ситуацией? Это нормально, когда у страны почему-то нет генерального прокурора и долгое время. Причем, если спросить любого министра юстиции, а почему нет генерального прокурора? Понимаю, вот это все будет. Это, да, европейская интеграция, я согласен. Раз вы затронули европейскую тематику, я хочу, чтобы мы поговорили вот о чем. 6 октября, так уверены представители нашего МИДа, Республику Молдова ждет важнейшее событие, в котором будут участвовать Украина и Грузия, их тоже пригласили на саммит ЕС в Праге, где будет создано европейское политическое сообщество, вы знаете, да? Что это французская, это инициатива. Да, господин Макрон выступил с этой инициативой. И как-то вот я так, по моим ощущениям, опять же, если вы не согласны, поправьте меня, я вот насколько поняла, что, в принципе, старались уже как-то после получения статуса кандидата, как-то старались поменьше обращать внимание, что это есть. Да, согласен. Да, согласен. Ну, может, хорошо, что согласны. А тем не менее, вот 6 октября, и, значит, наши едут, и о чем они там будут говорить? Что нам это дает? Ну, они не будут говорить, что нам это дает. Они будут говорить, что необходимо в это сложное для человечества время объединить свои усилия для улучшения качества наших граждан. Ну, примерно такое. Для улучшения качества жизни? Жизни наших граждан, да. Ну, нормальная такая себе фраза. Да, абсолютно. Можно повторять и ночью, и днем, и в любых обстоятельствах. Ну, Евросоюз, как геополитический актер, в условиях этого большого очень конфликта, тоже проходит через трансформацию. Там тоже есть свои проблемы и очень многое. Казус Турции, являющийся членом НАТО и торгующим за Россию, чтобы я так жил. Казус Венгрии, ситуация с Сербией. Все это не так-то просто. Недавние заявления лидера Европейской комиссии по поводу Италии, кто там пришел в власть. Потому что у Европы столько сейчас проблем. Что им нужно давать вот таким серьезным игрокам геополитическим всемирного масштаба, как Молдавия и Грузия, влияющие на очень многие процессы. Хоть что-то. Надо что-то. А что давать? Если бы давали деньги, то не говорили. Выделяем-то столько. Но нам уже сказали, что выделили полтора миллиарда. Вы что? Хотите, чтобы вам еще раз сказали? Ну, вам еще раз скажут. Да. И причем объяснят это бюрократическими процедурами. В зависимости от нас. Они скажут. Которые есть, кстати. Но эти все люди, они должны дальше играться в какие-то процессы. Происходит что-то. То есть вот к этому именно так нужно относиться. Играют процессы. Интересно. Потому что мы знаем, что Молдова была членом многих организаций. Не хочу приводить, например, Гуам и все остальное. Но тем не менее, вот такая вот у нас есть история. Ведь чего бояться-то? Можно я скажу откровенно? Конечно, я вас не могу. Бояться-то одной вещи, что вот увлечемся членством в этой организации. И потом нам скажут, знаете, так хорошо у вас получается. Вот может быть вы не будете пока подавать заявку на вступление в ЕС. Я бы хотел сказать для нашей телезрити, что я нисколько не против так называемой европейской интеграции. Почему так называемая? Я только за. Ну потому что никто не может понять, что это такое уже. И раньше было непонятно, а сейчас вообще. Я только за внедрение, но внедрение. Не голосование вот так, не читая. А за внедрение. Это значит, что это работает как закон. Написан, и еще так и работает. Это очень важно. Но это должно реально как-то трансформироваться в что-то, в закон, который работает. Но когда приходит самая европейская власть за всю историю человечества и первым делом абсолютно незаконно обливает грязью генерального прокурора и разными трюками снимает его, а министр юстиции там ходит вокруг прокуратуры вечером, контролируя процесс. Знаете, это очень далеко от так называемой европейской интеграции. Это очень далеко и очень похоже на места более отдаленные. Но это можно, внимание, для европейской интеграции один раз можно. Но когда ты делаешь один раз, то это можно и второй, и третий, и четвертый. То, что и происходит. По поводу, ваш вопрос на самом деле довольно серьезный. Вот когда качество живет, у нас живет миллион людей в Кишиневе, в пригороде. Это определенный эпицентр там жизни и так далее. Есть определенное количество людей, скажем так, в других, Бельце, Тирасполь, Камрад, люди там живут. Вот когда люди, помимо Кишинева, вот этих пробок и всего, и по всей стране, они, во-первых, будут хоть как-то понимать, что такое европейская интеграция, это очень важно понимать. Ты же должен тоже как-то участвовать. Люди воспринимают так, что мы ступим в ЕС, и все. И что будет? И нам дадут деньги, да? И будем жить хорошо. Нет, ну вот как там жить? Как там? Правильно. А как жить? Потому что когда они поймут, что как там, это означает самому работать и производить. Внимание, как там? То есть конкурировать с теми, как там. И вдруг, когда человек доходит до этого, узнает, что правила, которые написаны, когда ты хочешь конкурировать, они, ой, осторожненько, не совсем в нашу пользу. Почему в этом году вырубаются на севере просто неимоверное количество садов яблок? Потому что не знают, куда их, собственно говоря. Нет, точно не знают, что никуда. Да. Правильно? Что-то это на прогресс невозможно. А когда мы подписывали эти документы, которые приводят к этому, нам что говорили? Вы получите доступ к рынку 500 миллионов. Что вам еще надо? Ага, получили. Так и говорили, да. Молдавских яблок не будет, будут польские. И все остальное. Я еще раз подчеркиваю, я не евроскептик в том смысле, который против. Да не против я, я против ложного подхода. Хотите, чтобы взять конкретный закон, как работает полиция, например, не раз приводила в Германию, или дорога к игре? Так давайте это сделаем. А не будем говорить про это 30 лет. Вот в чем моя претензия к власти и моя претензия к тем, кто их поддерживает в Евросоюзе. Они что, не видят? Они что, здесь не живут? Но поддерживают. У нас остается две минуты. У меня, честно говоря, есть еще конкретный вопрос. И про визит еврокомиссара Ио Хани Сахана. Знаете, ну задам другой. Самый для меня, на мой взгляд, важный. Есть ли сегодня идея или идеи, которые могли бы объединить наше общество? Одна идея есть. Независимое государство, которое дружит со всеми вокруг, без никаких вовлечений, ни в какие конфликты и так далее. Это не может не объединять. Другой идеей я не предложу. Но это не может объединять людей, у которых есть другие политические взгляды. Среди нас есть и унионисты. Сколько их там? Ну, это хороший вопрос. Я не знаю, сколько сейчас унионистов. Я, кстати, общаюсь с некоторыми из них, я им открытую говорю и вот в прямом эфире. Я не против ваших идей, только давайте убеждайте. А что вы не убеждаете людей? Что у вас не получается? Что я, что ли, против? Мешаю им как-то, ставлю палки в колеса. Да на здоровье. А что не получается? Знаете анекдот с музыкантами, да? Которые играют джаз, там, тихо-тихо, и приходят такие пару людей, которые, ну, не очень интеллектуально. И люди играют джаз, они проходят и говорят, что, ребят, не получается, да? Так вот, примерно я так и про униониста. Да что, ребят, не получается. Сама идея, ну, давайте. Только не получится, сразу говорю. То же самое и с другими по милитаризации. Ну, давайте, тратьте ваше и наше время и деньги. Только ничего не получится. Воевать здесь никто не будет. Время вышло. Жаль. Хотелось еще поговорить о некоторых вещах. Но мы будем соблюдать с вами нашу телевизионную сетку. Потому что сразу после нас в эфир выйдет выпуск новостей на русском языке, который проведет Ольга Годилика. Желаю вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова